Приветствую вас, дорогие друзья! Нешуточная дискуссия развернулась по поводу двух таких последних опросов наших, когда мы обсуждали, что такое сильная женщина и что такое измена мужская или женская. И давайте сейчас посмотрим на примере феномена «сильной женщины» в кавычках, с каким интеллектуальным квестом мы столкнулись. Прежде всего, каждый человек, который произносит слово «сильная женщина», вкладывает в него какое-то свое собственное содержание. То есть под этим словом подразумеваются разные вещи в зависимости от того, какой жизненный опыт был у человека, с какими жизненными ситуациями он столкнулся, что он переживал как проблему или какие истории он слышал. И поэтому дискуссия по поводу таких социальных конструктов, которые возникают, они совершенно лишены смысла, потому что вы говорите про разные вещи. Прежде всего, если бы вы в такой дискуссии хотели бы добиться истины, то ваша задача была бы предельно точна, очень подробно, детально, с критериями, признаками, характеристиками описать, что вы подразумеваете под понятием «сильной женщины». Но, как мы понимаем, такого никогда не происходит. Какое бы понятие такого рода мы ни взяли, у каждого человека есть ощущение, что он знает, о чем идет речь, хотя на самом деле он знает только то, что он знает, и он не знает, что знает его виз-за-виз, с которым он дискутирует. Поэтому подобные дискуссии, они, к сожалению, лишены всякого смысла. И моя рекомендация, когда вы с такими дискуссиями сталкиваетесь, не пытайтесь в них усердствовать, потому что вы буквально сотрясаете воздух. Каждый в этой дискуссии говорит о своем, и каждый по-своему прав, потому что в рамках его картины мира, его понимания этого термина, у него свои, как бы сказать, доводы, и они вполне логичны. В общем, почему нужно переубеждать другого человека. Понимаете, вот есть понятие, например, температуры. Температуру можно измерять в градусах. И температуру можно измерять в чувствах. Когда кто-то говорит, что ему тепло, это совершенно не значит, что другому человеку в этих же обстоятельствах будет тепло. Когда кто-то говорит, что ему холодно, это не значит, что другому человеку в этих обстоятельствах будет холодно. Тем более, другим существам совсем, может быть, по-другому они себя чувствуют в этих обстоятельствах. Когда мы говорим про конкретную температуру, говорим, что она 36,6 градусов по Цельсию, то в этом случае есть опора на реальность, по крайней мере, у нас есть способ измерения, который мы можем друг другу предъявить. В случае сильной женщины это сделать невозможно. Нету такого градусника, который бы измерил силу женщины. Поэтому это такая ловушка. Всем кажется, что они понимают, о чем идет речь. На самом деле это вещь совершенно субъективная в восприятии. С другой стороны, наличие таких социальных конструктов позволяет нам очень многое понять про культуру и правого человека, которым этим социальным конструктором пользуется. Это просто понять. Я вам задаю наводящие вопросы. Почему есть понятие сильной женщины? Ну, мы же не говорим, он сильный мужчина. Звучит абсурдно. Мы говорим сильный человек. Но в этом случае есть некий консенсус. Мы не можем измерить, насколько человек силен. Но, по крайней мере, в это понятие обычно вкладывается то, что человек способен преодолевать какие-то жизненные трудности. И поэтому сильный человек отличается от слабого. То есть, данные социальные конструкты имеют хоть какую-то формулу. Что есть сильная женщина? Формулы. Ответа нет. Здесь нет формулы. И вообще сам факт введения этого понятия, почему нелепо сильный мужчина и органично звучит сильная женщина, потому что, видимо, речь идет о том, что сильный мужчина, когда мы говорим, мы не соизмеряем его силу с силой представителя противоположного пола. Когда мы говорим про женщину, мы подразумеваем самой этой формулировкой, что женщина сильна по сравнению с мужчиной. Итак, сильная женщина – это женщина, которая сильна по отношению с мужчиной, с которым она находится в каких-то отношениях. Теперь вопрос. Очевидно, что можно выбирать. И понятно, что есть женщины, которые по своей природе склонны выбирать мужчин, которые слабее их. У этого могут быть много психологических оснований. В одном случае женщине, например, действительно важнее ее работа, и поэтому с мужчиной, которого она сильнее, она может его, так сказать, прижать, чтобы он не сильно возмущался, что она не домохозяйка, и иметь возможность самореализовываться. Это может быть выбором. Другой выбор, и он подсознательный, это когда женщина таким образом, с более слабым мужчиной, не ощущает себя уязвимой. И если в ее детстве, например, или в молодости были ситуации, при которых она чувствовала себя уязвимой в отношениях с сильным представителем мужского пола, не сильным, а грубым, агрессивным, отцом, дядей, воспитателем и так далее, то она может подсознательно выбирать мужчин, которые не будут для нее угрозой. Это будет ее собственный, хотя и подсознательный выбор. И так на этих примерах мы видим, что конструкция сильной женщины, если он вообще используется, то, по всей видимости, речь идет о каком-то выборе женщины, которая таким образом строит отношения, чтобы с ней рядом был мужчина, который или ей не угрожает, или не ограничивает ее в самореализации и так далее. Потому что семья в целом может ограничивать женщину в самореализации. Здесь есть как бы уход конем, что называется. Выбери мужчину, который не способен тебе сказать нет, выбери мужчину, которым ты можешь командовать, и ты можешь совершенно спокойно самореализовываться даже в статусе супруги или в браке, короче говоря. И поэтому вот сам факт использования этого указывает для нас на эти ситуации. Но обсуждать общую ситуацию сильных женщин нелогично. Хотя, если мы будем говорить, например, что есть сильные женщины, а есть вот современное общество, и в современном обществе сильные женщины, это становится как бы новым трендом, а мы это видим. Женщины побеждают мужчин на выборах, становятся канцлерами, премьер-министрами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То это вопрос, значит, собственно говоря, что случилось в нашем обществе, из-за чего мужчины стали отдавать свои приезжие позиции женщинам. И здесь мы можем говорить о системе воспитания, которая приводит к тому, что из-за того, что в воспитательной среде мальчиков воспитывают женщины, мальчики учатся подчиняться женщинам, воспитательницы, мамы, учителя, все в основном представители, в большинстве своем представители женского пола. Вот. И они командуют мальчиками, и у мальчиков формируется соответствующая модель поведения, что женщину надо слушаться. Дальше, собственно говоря, мы оказываемся в ситуации, когда женщина может ожидать от своего мужчины, что он будет сильный, решительный, уверенный, ну, в общем, орел, чтобы ему можно было гордиться. Но, с другой стороны, он этого не проявляет, потому что с молодых ногтей его задача была в подчинении женщинам. И такие случаи тоже случаются, из-за чего большое количество девушек, женщин разочаровываются в своих мужчинах, потому что они не демонстрируют качества таких боевых. С другой стороны, если эти боевые качества мужчина демонстрируют, то женщина это может воспринимать как давление на ее личность, как на ограничение ее свобод. Почему? Потому что женщин перестали воспитывать в партериархальном духе, что они должны подчиняться мужчинам. И поэтому поведение мужчины, который может интерпретироваться женщиной как попытка распространить свою власть и влияние на ее судьбу, может вызвать у нее сопротивление. И вот из-за этих конструктов, и вот из-за этих недоговоренностей, неясностей, недовысказанностей в обществе нарастает все больше и больше самых разных проблем, которые потом становятся проблемой в жизни каждого конкретного человека. И он сам начинает задумываться о том, каким он должен быть, почему он не удовлетворен своей жизнью, почему его отношения не складываются, как бы им этого хотелось. И мы сами не замечаем, как оказываемся заложниками вот этих социальных конструктов, их можно действительно назвать когнитивными искажениями, которые приводят к тому, что в наших отношениях с партнерами возникают проблемы, у которых не возникло бы, не будь этих дискурсов, и про это я как-нибудь вам отдельно буду рассказывать, которые приводят вот к таким вопросам, которые не могут найти ответа. Потому что, подчеркиваю, градусника нету, четко определенной формы поведения партнеров в отношениях нету, да, и дальше возникает, соответственно, масса, зона размытия, да, зона неопределенности, в которой и мужчины, и женщины начинают допускать ошибки, и кроме того, ошибки интерпретации поведения друг друга. Потому что зачастую поведение женщины, которое может кем-то трактоваться, как поведение сильной женщины, не является ее, как бы, силой, а может быть, делается из отчаяния, от злости, исходя из, как бы, это, так сказать, из мести какой-то, да, или там еще чего-то. Вот. Является ли это поведением сильной женщины? Или это появляется поведением женщины, у которой уязвлено ее самолюбие? Или, как бы, сказать, она чувствует рану, которую она пытается таким образом залатать, и так далее. Вот в чем опасность таких социальных конструктов, для которых нету градусника, который бы измерил их, да, и с которыми можно было бы дальше что-то делать, понимаете, давать жаропонижающее, или, наоборот, пытаться повысить температуру. Вот что, какие мысли наталкивает вот эта дискуссия, которая у нас в клубе развелась, в нашем центре интеллектуальных практик. И мне кажется, что это очень такой интересный повод для осмысления своей собственной жизни и своего поведения, и понимания того, что происходит на самом деле в вашей жизни или в отношениях с близкими вам людьми. И потом мы видим, что происходит на самом деле. Продолжение следует...